Девчонки и в коммуникации с людьми и в медиу позор и вше се судану и внутрешне знание о них. Протеклих година многих вас знают как успешного угосителя. Па које заправо и како бите себе представили? Ко је Бата Николић? Неке 87. година сам почео да се бавим да почемо со дискотеку у хотелу Божур па онда каснје дискотеку у Гранд хотелу па онда сме имали период и казина и ноћни клубова и све имало своје периоде у мојом животу до 97. година док нисам отворио хотел парк у Приштини кој је постојо на озбилјном месту са Врховском кухинјом јер имао сам кувара он је био вице шампион Стара Югославија кој имао баш доста добру плату чако сам морал и тромесечну плату да му дадамо, али ја сам желал најболју кухинју да имам а у том периоду сам баш и успел имам најболју кухинју и имам најболју кувара. И тако, шта јам кажем на 30 година се бавим угостејством сада, зависи у којем делу угостејства колко је дискотека угостејство колко је су друге ствари, али овик сам био у том послу угостејством. Сата места које сте поминјали дискотеке, па онда, хотел и казино сада и ово место ови ураћаница су заправо култне места у своје време. Лјуди, ако желе да буду виђени и да виде, они су вправо долазили најпроју те дискотеке, а сада и овде. Па даде са, то је период мого драстања у Пришни. Мого драстања период у Пришни који је у том периоду било је лепог живота у Пришни и сви имам лепа сећања. Сада, 87 година отвора се дискотека која је била мути, мутиетнићка која је скупљали сви живи. Тако да некој никога не је диран 87 година. Одна дешавања 90 година, сви смо ми упознати с тим. Али ујек неко се дешавања да у Момобијте сви доѓу, сви се друже, као са што је беш в моменту, у етном кући. Те су сви то, сви су то, мање више. Я ово место називам местом помиренја. Местом којем ето, спајај се лјуди, де нема више мржње. И стајно утичем на Албанце да прекинују другим деловима Косова, да диреју наше јуде. И да му је било добро наше човеку, Крадовецу, Кралјевану, он би остајо тамо. Не би се вратил на своје огниште у Клини или околина Клине, Метохија и овај део. Ваван, код суве реке и то. Стали би мање дешавања са нашим људима што више Брука и Сравота после 17 година. Хала Богу ја ви на овим просторијима, нема тих проблем. Нема тих проблем ни у Стрбцу, нема ни тих проблем ни у овом помнацком делу. Тако да је, код ме се сви скупљају, тако да и ја утићем са мојом прићом, са мојим животом, са мојим наћом живота, са мојим ризиком и инвестиције. Надам се ће утицати мали наше људе да крену овде да инвестирају и да се баве послом. У каријери сте се бавили спортом. Шта је ваша већа љубав? Футбол или бокс? Па знате шта, у футболу сам био цело дријот. Футбол је моја слабост и каснње ка сам утишијо у Белород, оку прићуће сам се футболску клубу Белороду са Карабурме и ту сам са њима исто био. Послејам био мале до време и на Баску, наше прићтевца који држио баск. Био сам неклико месеци код њега, помагаме, јер футбол јако волијим и много знам о футболу. А бокс је биво, са искам околонсти, биво сам неких 5 година председателем боксу клуба Прићтине и водил сам те младиће који су у боксина честирам шанспорт и мене је то привукло да помогнем тим момцима. Тих финансирам, тако сам им 5 година финансирао и тако ми је сме са досто успеха. За Прићтину вас беже најепши део живота? Прићна је. Прићна је. Прићна је. Прићна је. Прићна је. Прићна је у души и срцом. Жалдо сом, что Прићна је лић на ту Прићну. Одну, два, три меса оде. Продђем моим крајем кој нема више тог тог лика кој сме ми мали, тог сећања кој сме мали на Прићна. Мој уличице, мале уличе, које су ме стално на глави. Тако да сам неке деталје. Из Прићна је направију. Баше овде седимо, улицу Аце Маровићеју. Прићна је. Прићна је. Прићна је спратим, а не је више тото. А сећања има колко кој одходите. Ја ли носталгия мало мања садо код вас, када сте пренели Део Прићни Ближе? Да, да, сигурно, сигурно. Па ја сам ноћ и шоћања сам вадио. Коћања из мој уличе де сам роден. Вадио сам коћањања, па са мих поставио на улазу у ресторан. Те су коћањањањањањањањањањањањањањањањањањања. tes ми покоћањањањањењањањањањањањањањањања. И ој ме порнимeraĖио на мој дет爱бањањањањањањањањањањањањањацања. М fakата било орещувавон work das shop, така ми добрију одithmека те је помирувам. Уже пријнини Molgiveја у Parksипитеје и у почеры боле. Не пришла из вас? Нет, не пришла. Никогда не выйдет из меня. До края я знаю. И когда я пошел в эту инвестицию, я сказал, что это мой край, мой финальный край жизни. До края жизни я буду быть и на этих местах. Это я забрал. На 99.11. я наступил в Пришну, с одним торбом, я думал, что я вернусь за две недели. Почему? Никому ничего не дугу, потому что я не вернусь за две недели. Но, однако, только действие на Косово, которое мы все хорошо знаем, мне нужно вернуться после пять лет. В 2004 году я пришел в февраль, с одним ошибочным прогнозом что это хорошо, что можно вернуться к Косово. А уже в марте 2004 года произошло действие, знаменитые, которые были в моем прогнозе что мы можем вернуться к Косово. Я не могла вернуться к Косово. Такое, я имал проблемы. В мае 2004 года я имал проблемы. И мой объект был узурпирован. С некоторыми, после, предварантов, которые показали предваранти, когда я хотел вернуться. Я имал много проблем. Успел я вернуться к Косово. Успел я вернуться к Косово. А потом, они им дали на суд, и так далее, они инвестировали это в объект. И то, судно, и дана нас продолжает. 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 Да, точно 37 работников, я начался с 20, 20, 20, 2, 3. Сейчас мы пришли к 37. А в результате, я имею в виду, что 30 работников. Я не вступил на поддержку, это жалостно, но здорово. Мы увидим, что будет. Мы увидим, что будет получать в прошлом. Из Причтине, в Причтине, из вашей молодости, Срби-Албанцы не были живы как отдельные святы, без обзира на веру нацию. Ну, в основном, не были. Причтина не чувствовала это так. Так же, как это произошло за время рата, Причтина не переживала больше убиток, что касается албанских народов. Больше убиток не переживала в Причтине. Те же прошли люди под джаковицей и других местах, а не в Причтине. Опять, в Причтине, в Причтине, убиток комши, комши-комши, сачував, другие из детинства, приятели школы, все имело то свое. А мой живой был это немного специфичным. На моем окружении было достаточно баланса. И, так же, я сам многим помогал за время рата. Что мне кажется, я всегда говорю, что Бог был здесь, а потом остался. Так что, в Причтине, в основном, мы были знакомы. Это очень тяжело, что вы должны из этого города, из вашего города? Да, точно. Это было больно. Я вышел на две недели, но я вышел на пять лет. Я вышел на пять лет. Я знаю, что не только я. Преставцы Срби не ошиблись. Албанский народ. Я знаю это очень хорошо. Многие родители, разные формации, из других делов Срби. Тогда они были в городе, но это было не так крупно. Преставцы, в основном, помогали Албанцам. У вас никогда не пропустила желание возвращаться к Косову? Нет, не пропустила меня. Я постоянно желал. Я желал, что возвращение было каждый день. Это постоянно изменится. Я решила, что я пришел на объект, я пришел на суд, а потом, и потом, я начну жить на Косове. Я оставлю здесь. Я беру в городе Грачаниц. И это судья, которые, скажем вам, и дам, 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 и дам. Это было моим появлением на Косове. Это было очень радо, что я пришел в городе, что я пришел в городе, и я мог бы использовать. И вот, сейчас я здесь, на своем месте. Это как живой цикл, живой круг. Да. Да, так это. Бог сказал. Почему вы решили за Грачаницу, а не другую среду? Да, Грачаницу. Потому что, первое, Манастер Грачаница. Грачаница, реально, по-чему, она интересна, по-ничому. Только по Манастеру, на наше святинье, кое-что, мы, мы с вами, святинье, и, только из-за нее, я пришел туристически, с бизнесом, что, обилазком Грачаница, монастера, этих гостей, и приходили к мне, заказывать руками, при спавлении. А потом, когда я был на Грачанице, я увидел, что, преначусь в этих маленьких гостей, ко мне коллеги, которые имеют, иначе, было 20 евро, и сказал, что, я буду делать так, 20 евро, с руками. Я знал, что это будет много, много, качественнее, и так, и спало. А, другого, я не могла, чтобы я был на нормальный ручок. Я всегда был заказан, чтобы мне приготовить поменьше, чтобы я приготовил что-то, чтобы я был самец здесь. Я был самец, и так далее, я был нормальным, с хорошим рестораном, с хорошим кухенем, знал, что это будет на хорошем бизнесе. Я был в этом месте, что я был в этом месте, где, где нет ни асфальта, спасибо богу, я получил асфальт, после, я благодарил мне сообщение, после 200 лет, он получил асфальт. Так что, люди постоянно пошли в чизнам, и в блатах. Спасибо богу. Мой деда ждал, потому что, мой деда ждал 70 лет, а тата 60 лет, а я 50 лет, потому что, мы ждали асфальт. и так далее, я благодарю, и городоначальнику. Вместе с тем, где здесь, около этого объекта, ни одного, ни одного, ни одного, ни одного, ни одного, ни одного. Какой, ты веришь, я видел, что это будет. И не только 23, и домы, но и 50, до 100 домов. Я был главным городоначальником, который не был в доме, и не был в 2-3 доме, где был, из него не знаю, не знаю, из его причин, и было много хороших наследцев. И даже когда я спросил, я бы их условил, и делал наследцев, чтобы все было с каменными и оградами, сколько можно, немного помогло общине, немного мистерство за повроток, для того, как бы, это было било, для меня здорово, для себя, так что я очень счастлив, потому что я очень счастлив, и за эти дома. Я думаю, что я ожидал, и дальше, что это будет, В последние две-три годы српской кути в последние две-три годы српской кути. Вы вернулись в период, когда вы распродавали и вышли, что все еще и дальше. В этом моменте было выраженность или мудрость? Один и другой. Другой мудрость, потому что не было поддержки моей семьи. Потом, друзья, не было поддержки. Все сказали, что я ошибаюсь, что я делаю. Это не будет продолжаться. Даже в моменте, когда я думал, что все мне говорят одно, а я уверен в другом. Но, опять же, Бог хотел так, что это было. Это было так. И этот путь мне было закрыто. Я купил все деньги, которые я купил, которые, по рекламу, знают, продавались в Пришни от моего хотела, продавались в городе, продавались в городе, продавались в гараже. И я купил все деньги. И я купил егоي, живу, вот и все это мы собираемся здесь. работали. У вас были проблемы с администрацией, с удовольствием для работы? Каковы ваши опыты на этом уровне? Нет, ничего. Знаете, что я купил? Погрешно платил. Здесь у Пиана, насилие у Пиана. Я платил это. Потом я позвала общество, показали мне, что я купил в червеной зоне. На работе нет. Тогда у меня были страшные проблемы, потому что в Пиане не было ничего. Я купил только что я купил для пшеница, кукуруза, сколько денег я дала за 50 старых плаков. Но я позвала мне археолога, после того, как мне сказали, они взяли землю из Бунара. Бунар я взял на 36 метров. Они взяли землю из Бунара. Они взяли землю из Бунара. Они были документированы и сферами. Я получил все это. И они показали, что нет ни одного из Пиана в этом городе. Потом они мне сказали, что я планирую, я буду делать подрум, я буду делать подрум. Я говорю, да, я хочу подрум. Я буду делать подрум. Я говорю, когда ты из Копода, мы собираемся на землю. Мы собираемся на землю. И я пытался, что все будет в порядке. А это долго. Я жду, это, когда отступил српско-албанский проблема, когда, что Минстр футболировал его имену, что он не знал. Это было долго. И это было долго. Но я не искал помощь своих друзей. Один мой большой приятель, Фадрин Вокри, легенда футбола, председателем футболского совета Косово. Я пришел к своему министру за культуру и младену спорт. Много другого приятеля. Прогуровал мне мой папир. Прогуровал мой папир и мастер подпишет. Так что я начинал строительство. Я строил это. Я получил это. Мой папир из Вучени из Лупиане. Не больше Лупиане. Затем хотелось Лупиана. Хотел назвал Грачаница. Это было меньше в голове. Хотел Грачаница. Между тем, за несколько месяцев я открылся в центре Хотела Грачаница. Я возьму имя за несколько месяцев. Хотелось что-то делать. И тогда, что я дам имя? Уз благослово Владике. Те досија. Затем, что коллега, я спросил, да ли имя Лупиана? Он прихватил. Он сказал, это наш Юстиана. Мы называли Юстианом. Он прихватил имя Лупиана. Он прихватил имя Лупиана. И тогда я дам имя Лупиана. И, естественно, звучало мне Лупиана. Нека будет нечто мультиэтническое. Нека будет взаједническое. Нечто о чем мы не будем спорить. Не будем спорить имя. Я всегда хотел так, что имя дам в бизнесе. Не будет так. Ни не будем србоваться, ни не будем срвоваться, ни будем с политикой. Я хотел бы имя, чтобы не было без политики. В ресторане, не только за Грачаницу, а в околину было приятно и за нађение о вашем ресторану, кухине, и, во всем, писали со членами со стороны медиа. Они все пишут, все пишут, все пишут, все приходят. И это является огромным сотрудником техникам. Они весьм See того, все дели... Я удивлен, что 건강оваты у меня и туда-лаходят. Это много связи. Я много узнавал, что будет за другими участними. Это не комик, они они будут приходить за украину. Так что αυτиранцы приношли, и в большом количестве страны, которые в Крым и 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 в Крым. По некоторым неописанным правилам, может быть, из-за mentalного склопа, у нас, которые мы здесь, успеха очень тяжело прожить. Мы так, мы так. Это очень много. Я мог бы рассказать даже в деньгах, что человек не может быть в жизни, когда он успешен. Может быть, это очень тяжело, что мы так. Я сейчас полагаю на себя. Я желаю вам все хорошо. Вот, мы здесь два-три хотели, маленькие хотели, как и я. Я всем моим коллегам желаю все лучшее. Или для лучшей победы? Я желаю все лучшее. Я желаю много объектов, много ресторанов. Я не знаю, что кто-то слышал, что я говорил плохие речи за коллегу и так далее. Но у нас есть, да, я сделал бум, маленький угостельский, hotelерский бум на Косову. Не на подручье Грачанеца. Это действительно бум, потому что весь Косово у меня есть. Срби и я, все мы тут. Все мы тут, все дозы. Так что любовь должна быть. Да, да. Туристический совет с Косово приглашает вас за угостительные годы. Сколько вам это признание значило? И, действительно, были ли у вас проблемы, потому что это признание вы делали Албанси? Нет, ну, знаете, что я. Я ожидал, что я получил Белграда. Но, потому что Белграда слабо реагирует на то, что мы будем делать. Я нормально обрадал это признание. Потому что, на Косово, у нас есть тысячи и тысячи гостей. И тысячи и тысячи ресторанов. А быть и с золотым плакетом, это не дата плакета, потому что они хотели сделать. Искорак, да. Некоторые люди, когда спрашивали, «За что? За что Србину?» А они говорили из комиссии, «Па, да ли бите вы уложили в Милошевичи в это время?» Не бите. Видите, человек и уложил в это время. И человек был очень приятным гостейством, и довел свой кухинь до совершенства. У гостейства до совершенства, на один высокий уровень, и заслужил, чтобы получить золотную медаль. Я ожидал это от Белграда. Банда добилась наша комиссия из Белграда. Мы дали мне четыре звезды. Косовская комиссия мне дала три звезды. Наша комиссия мне дала мне четыре звезды. Но никогда не дошло некое признание из Белграда. Я действительно болт. Я очень сильно разочараюсь. Я не могу верить, что это застает. Или я не могу сказать, что это успешное, что это произошло. Я действительно сомнен и устроен. Это уже три года. У меня нет два реченика. У меня есть 37 работников. Нужно показать, что это тяжело, чтобы убить нас. Когда я вижу, что наш человек присутствует в бизнес. Всего дня я вижу наши люди, которые имеют бизнес. Это не только продажа, землища и кратина. Всего дня я вижу, что Албанцы и Срабы вместе, бизнес. У нас были шлеперы, шлеперы и он. Все в этом бизнесе. Даже наши политики, которые работают с нашими тендерами, с которыми они работают с Албанцами. Все мы от крови и мяса. Это хорошо и это, и они. Мы не можем сейчас играть. Наши политики работают все это, патриотически работают. Это далеко от этого. Это патриотически. Это интересно. Что бы я на них месте делал. Нито не понимал, мы все от крови и мяса. Нито не имели деньги и бизнес. Но нехорошо, что не знал, что я имею знание. Я имею знание. Я в знание, с кандидатом, с кандидатом в Белораде, с Косово и Метокию. Но что-то другое. Немного в медиа, в новинках, в репортаж, и тогда читать в новинках о любых глупостях, кто играет что-то в радио или в любом глупости, читать в новинках, а никогда не было успешного Србина на югу Косова, который был вложен столько денег, который имеет 37 работников, и имеет идею за новые 30 работников. Збуденцы. Код вас, как вы говорите, срби, албанцы, странники, как вы смотрите на то, что они живут как отдельные света. Знаете что, не только ванно, но и сейчас мы говорим о Косове, у нас есть свои разные дела. Причина не такая. И вы выходите в алби-шопинг, в Вива-сторе, в Вива-фреш. И я выходим из этого. Срещу наше люди. Я сейчас, премьи-дем, когда был Дан Заставе, Дан Закон, в Овай, Црни Петак и овое, и так далее. Наши люди были премьены в алби-шопинге. Никого не дирала больше. То есть, это не только действие у меня. Увек, что-то большее происходит, код Батое, код в ресторану. А что делать за другим ресторанам? И когда я открыл ресторан, то садился с рестораном «Чао». Мультиэтнический. Тропикана, пиццерия. Сваке вечера, есть много десяток паров албанских. Белависта. Коска вечера была полностью албанска. То есть, это дело в Лапнем Село и Виси, было с ума, албанцы начали уходить. Садится, что это случилось, что-то на Брду Моме, где-то наполнено много албанцев. Это невероятнее лепота этого ресторана. Добра кухиня, моё имя, све по малу. Не заобилазненосте, за многи, кои су протекли година, боравили на Косову. Было да речо о политичарима, или эстрадним звездах. Сви, 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 сви су код мене, это точно и Влада Республики Србије, и глумци, и певачи, и академици, и сви су, и позорићни, и сви су ово, эрејтили, сви су овде код мене, и фильмски эрејтили, сви су код мене, али далје нема, не знаю зашто, я нема припор, с вашим кућном прелепо сарађујем, с радио Граќанском прелепо сарађујем, с телевизио МОСТ прелепо сарађујем, али то је та граница, само за наше прилики овдешње овде. Ко је јих оставио на вас најачи утисак, мојда нека анекдота? Па нема анекдота, а то имате една книга утисака, на мене најачи утисак је оставио Матлија Бецковић, кој је 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 спаво као јагнје, спаво као јагнје, којо да је у својј кући спаво и да је спаво као јагнје. Како ваш пример може да послужи онима који желе да улажу у српске средине? Која је ваша препорука свима јима? Па знате шта, на овим просторима ние садо здраво улагати. Није садо здраво улагати. Веруйте да ме питате јавном телевизија и кажем да ли имам свога кадата, нема. А ево, а је питато је другу страну, они кажу, ма, он форсира тог и тог. Нема. Јајавном телевизија и кажем, немам свога кадата, стварно немам. То би требао мало Белра се помући да нађе, стварно треји мука је наћи правог човека за ову прићу, овде, да буде стопроцентно прави, јер лађни патриотизам више не пролази, а ја се добивам информација, ја сам јако информисан, знам шта се ради, тако да је, то сам обавестију премијера Вучића, писмом, шта се ради на овим просторима, то је брука и срамота шта се ради на овим просторима, и жалостно је наш народ како одлази, а вите како се села празне, упозните се селом Сувидол, готово је, идемо далје, лапче села одлази полако, не занима, примају се по три-четири плате, тендери, прелепо се живи, одједом прелазак ју прелеп живот, то не може свака глава да подесе, а ови баш који нас воде, паш не мају за то, да поднесу, нису више на земље, не ходеју земљом, то је већ одмам полетело, то се одмам полетели, тако да ја лично са му јако лоши молосија са јудима, који воде, не причам себе, нега наше део овде, који воде нас овде у овом нашем крају. Господине Никонићу, хвала вам пуно, што сте говорили за РТК2. Хвала ја вам пуно, и поздрав свим вашим гладоцима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова